Здравствуйте! В эфире программа «Протокол». С вами я, ее ведущий, Эдуард Прокопьев. Смотрите в этом выпуске. В результате приведенных оперативных мероприятий из незаконного оборота изъято свыше 1 килограмма 400 грамм наркотиков. Шесть погибших за полгода. Кто виноват в совершении ДТП? На втором месте наезды на пешеходов. Всего 18 происшествий. Мертвые души в детских садах Альметьевска фиктивно устраивали сотрудников. Пояснило это тем, что указанное денежное средство она использовала на нужды детского сада. Альметьевские полицейские задержали наркодилера. Синтетические наркотики он распространял бесконтактным способом, делая закладки в тайниках. Сотрудникам Альметьевского отдела наркоконтроля сообщили о 22-летнем жителе одной из соседних республик, которого подозревают в бесконтактном сбытии оптовых партий наркотиков. Как выяснили полицейские, для этого мужчина специально приехал в Татарстан. В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили подробности преступной деятельности фигуранта. Наркотики он получал из так называемых оптовых закладок. Он, забрав наркотики из закладок, распасовывал их на мелкие партии, после чего прятал в тайниках, оборудованных в набережных Челнах и Альметьевске. 11 июля оперативники задержали сбытчика с поличным. У него изъяли сверток с синтетическими наркотическими средствами весом более 5 грамм. При обыске на съемной квартире наркоделера обнаружили предметы, используемые им в преступной деятельности. Электронные весы, пакетики с застежкой, ложку со следами наркотического вещества. Респиратор, вот видите, да? В этом упаковывал, одевал, да? Да. Вот эти вот перчатки, все работают. В результате проведенных оперативных мероприятий из незаконного оборота изъято свыше 1 килограмма 400 грамм наркотиков, что по примерным оценкам составляет 11 тысяч разовых дозпотребления. По данному факту, следственным отделом отдела МВД России по Альметьевскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом Г, части 4, статьи 228.1 Уголовного кодекса. Покушение на сбыт наркотических средств в крупном размере. На время следствия в отношении задержанного избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Заведующая детского сада обвиняется в мошенничестве и служебном подлоге. Имущественный ущерб бюджету составил более 100 тысяч рублей. Подробности дела в нашем материале. Детский сад номер 3 – городок чудес. Именно здесь правоохранительным органам удалось выявить преступление коррупционной направленности. По материалам дела с июня 2015 года по июль 2016 заведующая детского сада удавалось проворачивать преступную схему. Судимая, являясь заведующим детского сада номер 3 города Альметьевска, в период с 15 июня 2015 года по 18 июля 2016 года, с целью хищения бюджетных денежных средств, издала фиктивный приказ о приеме работника на работу на должность педагога-психолога. В действительности, указанный работник до обязанности педагога-психолога не исполняла, а переданное и начисленное ей денежное средство она передавала подсудимой, которая уже в последующем распоряжалась имя по своему усмотрению. Таким образом, общая сумма ущерба, нанесенного бюджету района, составила более 100 тысяч рублей. Ранее женщина судима не была. Свою вину не признает. Пояснила это тем, что указанное денежное средство она использовала на нужды детского сада и что побудительным фактором послужило отсутствие финансирования со стороны управления образованием. Заведующую обвиняют в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 292 Уголовного кодекса. Служебный подлог, повлекший существенное нарушение прав и законных интересов граждан или организаций, либо охраняемых законом интересов общества или государства. Максимальное наказание за данное преступление до 4 лет лишения свободы. К слову, такой способ присвоения бюджетных средств не является таким уж оригинальным. В аналогичном преступлении обвиняется и заведующая детским садом номер 21 Гвоздика. Аварий на дорогах Альмитинского района по сравнению с прошлым годом стало меньше. Об этом говорит сравнительная статистика за 6 месяцев. И все же цифры. 68 дорожно-транспортных происшествий, 6 погибших и более 80 пострадавших говорят о том, что меры безопасности никогда не бывают лишними. Столкновение двух и более машин – самый распространенный вид дорожно-транспортных происшествий. За 6 месяцев таких аварий произошло 33. На втором месте наезды на пешеходов. Всего 18 происшествий. На третьем месте по числу ДТП – это опрокидывание. А всего произошло 11 ДТП. Основной причиной аварий, как и прежде, являются нарушения правил дорожного движения. Перечислим самые распространенные. Выезд на полосу встречного движения. 11 фактов, при которых 3 человека погибло и 20 пострадали. Несоблюдение очерёдности проезда – 16 фактов, при которых пострадали 22 человека. Нарушение правил расположения автомобиля на проезжей части – 12 фактов. Один человек погиб, 14 получили телесные повреждения. Отдельно стоит отметить детско-дорожно-транспортный травматизм. За полгода произошло 6 аварий с участием несовершеннолетних. Шестеро детей пострадали. Отдел ГИБД по Альметьевскому району продолжает работать по профилактике дорожного транспортного травматизма. Также сотрудники безопасного дорожного движения регулярно проводят встречи с несовершеннолетними в детских лагелях, садиках, подростковых клубах, проводят обучающие игры, мероприятия, акции. За отчетный срок автоинспекторы выявили более 39 тысяч административных нарушений. Это управление в нетрезвом состоянии, вест на встречную полосу движения, проезд на запрещающий сигнал светофора, нарушение ПДД пешеходами, непредоставление преимущества пешеходам, перевозка детей без специального удерживающего устройства, управление с непристегнутым ремнем безопасности. 313 водителей находились за рулем в состоянии алкогольного опьянения, 42 факта повторного управления автомобилем в нетрезвом состоянии. Согласно статье 264.1 Уголовного кодекса, за это водителям грозит штраф от 200 до 300 тысяч рублей, обязательные работы, либо два года тюрьмы. Пьяные водители стали причиной пяти дорожно-транспортных происшествий, в которых два человека погибли и шесть человек получили телесные повреждения. Не забывают на дорогах и о должниках. Так, предприниматель Нефтеграда лишился автомобиля прямо на дороге. Во время совместного рейда с работниками госавтоинспекции приставы изъяли у жителя Альмитевской автомобиль «Шкода Октавия» 2010 года выпуска. Долг по четырем исполнительным производствам составил более миллиона рублей. Последнее исполнительное производство на сумму 960 тысяч рублей было возбуждено в мае текущего года. Неплатильщика удалось остановить благодаря применению аппаратно-программного комплекса «Дорожный пристав». Автомобиль направлен на спецстоянку. В ходе составления акта описи ареста должник всячески препятствовал деятельности службы судебных приставов. В отношении должника был составлен административный протокол по статье 17.8 Куап.РФ. Данная статья регламентирует штраф в полторы тысячи рублей. Если неплатильщик не погасит задолженность «Шкода», будет продано. Всего за шесть месяцев этого года было арестовано 37 автомобилей. За долги владельцев по налогам общей суммой около 4 миллионов рублей. И в завершении выпуска. Показные пожарно-тактические учения прошли накануне на Камо-Исмогиловском испытательном и учебно-тренировочном полигоне. Такие учения проводятся в Альметьевском районе каждые три года. В условиях максимально приближенных к боевым с огнем сражался второй отряд Федеральной противопожарной службы по Республике Татарстан. Здесь проходит отработка, подготовка личного состава, умение работать с оборудованием ПТВ. Навыки отрабатываются руководящего состава по взаимодействию с подразделениями и руководством этими подразделениями. Ну и самая основная цель это показать боеспособность наших подразделений. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok